Какие жилые комплексы у нас в городе не заслуженно завышены в плане объявления того, что «а вот мы такие», а на самом деле нет? Составительных клиентов в Екатеринбурге, как и в любом другом городе, это порядка 1% от населения. Вообще, покупка недвижимости – это не рациональная история, это про эмоции. Я искренне благодарен брусники, что они пришли вообще в Екатеринбург и задали тот план, через который, слава богу, они все перепрыгивают. Просто не берем объекты дешевле 15-20 миллионов в работу. У нас вот такой сейчас список покупателей, которые ищут, и вот такой список вариантов. Всем привет! Сегодня видео про недвижимость и миллиардеров. А именно, где в Екатеринбурге выбрать квартиру миллиардеру? Вот так незатейливо называется сегодняшний наш ролик. Поехали! Друзья, давно я не снимал видео на тему обзоров жилых комплексов. И в этом году я решил начать серию обзоров со встречи с великим человеком. Знакомьтесь, это Павел Боровиков. Паша, привет! Добрый день, стою! Спасибо, что пришел! Спасибо, что пригласил! Сегодня вы узнаете, где покупать недвижимость миллиардеру в Екатеринбурге. Почему там, а не в другом месте? Чем отличается квартира от дома загородного? Где лучше, где хуже? И еще пару каверзных вопросов. Сегодня в видео мы все это узнаем. Если вдруг что-то я не спрошу, а вам покажется это интересным, то спросите это в комментариях. Я обязательно переспрошу у Павла. Все, начинаем! Поставьте лайк сразу же, пока еще не начали. Потому что будет очень, очень интересно. А я перехожу к вопросам. Начну с представления моего гостя сегодняшнего. Для вас это новое лицо. Это Павел Боровиков, управляющий партнер агентства... Элитной недвижимости. Элитной недвижимости. Первое и единственное агентство элитной недвижимости в Екатеринбурге, основанное в 2016 году двумя людьми. Наталья Кулиговская, чью фамилию и носит наша компания, и мной. Ну вот вы поняли, да? До этого был Павел в свитере, а сегодня Павел в галстуке. Так что все по-серьезному. И начинаем мы с элиточки. Паша, первый вопрос. Ты занимаешься элитной недвижимостью, и агентство, в котором ты работаешь, занимается именно элитной недвижимостью. Вопрос номер один. Как отличить элитную недвижимость от неэлитной? Ну вот тут не нужно далеко ходить. Все уже придумано за нас. Есть классификация, есть официальная, есть неофициальная. Допустим, берем на вас строки те же самые, да? Ну, для простоты понимания. Все знают, что есть эконом, есть комфорт, есть бизнес, есть премиум. И на каждый сегмент есть своя градация. Вот все, что относится к бизнесу и премиум, и выше, к делюксу. У нас в Екатеринбурге, к сожалению, такого жилья нет. Но бизнес и плюс это все можно называть смело элитной недвижимостью. У нас в Екатеринбурге, кстати, по старинке так и сложилось, что элитной недвижимостью называли 2000-х годов, когда появились спецпроекты, так называемые, да? Это было элитной недвижимостью. Ну, в корне, конечно, это неправильно, но вот так и сложилось. А если по-правильному, то каким требованиям должна отвечать элитная недвижимость? Здесь все просто. Место для Екатеринбурга это центр. Других районов для расположения элитной недвижимости городской нет. Если мы говорим за город, то это в Екатеринбурге чрезвычайной атракт, 90% предложения на рынке элитной недвижимости. Почему у нас так все просто? Потому что у нас очень компактный город. Если мы говорим про Москву, то там, конечно, центральный округ, хамовники, пресня и пошло-поехало там, ездить и разгуляться. У нас все компактно, в центре. И самый первый критерий – это локация. Второй критерий – это количество квартир. Если мы видим дом на тысячу квартир, который позиционирует себя как премиум, то явно понимаем, что здесь поработали маркетологи. Настоящий премиум класс – это небольшая квартирография в части выборки. То есть это не может быть больше, чем 200-300 квартир. Если мы говорим про бизнес-класс, да, пожалуйста. 300, 400, 500 квартир – это все возможно. Это для Екатеринбурга. В Москве количество квартир, конечно, больше. Но мы здесь сейчас локально рассуждаем. Поэтому у нас все проекты – а, в центре, и они должны быть, б, не очень большими. Итак, локация. Второй критерий – это мало квартир в жилом комплексе и на этаже. Я правильно понимаю? И на этаже. Ну и дальше уже… Этажность. Этажность здесь, да. Если мы говорим про премиум, то это не выше 10 этажей. Если мы говорим про бизнес-класс, здесь может быть и 30, и 50 этажей. То есть, башня и сеть – это бизнес, это не премиум. Или все-таки премиум? Здесь тонкая грань существует вообще насчет башни и сеть, потому что это небоскреб. Да. И, конечно же, здесь нужно ее, как в любом правиле, есть исключение, так и здесь башня и сеть стоит низкоособняком. Окей, мы еще про это поговорим, а мне вот что интересно. Название для этого видео предложил именно ты. Где миллиардеру жить хорошо в Екатеринбурге? Вот расскажи мне, где миллиардеры выбирают у нас квартиру или дом, и по каким критериям? На что они смотрят в первую очередь? Что для них важно? Пунктов достаточно. И здесь есть как физически ощущаемые пункты, которые я говорил, да, то есть этажность, качество материалов, инженерные сети и так далее. Квадратные метры. Квадратные метры, да. А есть и, скажем так, неосязаемые. Там, допустим, здесь я жить не буду, потому что здесь живет тот-то, а здесь не буду больше тот-то и так далее. Поэтому, конечно же, здесь мы говорим о том, что... Я прошу прощения, секундочку, вы предоставляете такую информацию, что здесь живет такой-то, вам не плохо будет? У нас же город маленький, и все уже до этого знают, кто где живет. Тем более, количество состоятельных клиентов в Екатеринбурге, как и в любом другом городе, это порядка 1% от населения. Поэтому круг очень узкий, и все примерно представляют, кто где живет. Соответственно, если мы говорим про такие локации, да, их не так уж и много, порядка 15 тяжелых комплексов у нас в Екатеринбурге приличных. Но самые топовые, конечно, как бы это странно не звучало, вот сейчас внимание, Тихвин до сих пор пользуется спросом. Да ладно? Да, очень простой ответ, и на который многие застройщики сейчас не обращают внимания, а он очень важен. Как думаешь, что это? А, управляющая компания? Управляющая компания, инфраструктура, все верно. Потому что хочется жить в комфорте, выходить в приятный подъезд, в котором приятно пахнет, есть арома-маркетинг, приятно благоустроенный двор, почищенный от снега, когда у тебя парк не капает, когда у тебя в квартире есть классный микроклимат, за которым следит управляющая компания, когда ты можешь буквально в тапочках сходить в кафе, в бассейн, решить все свои вопросы, даже есть медцентр и так далее. И это все не выходя из жилого комплекса. Хорошо, но по такому принципу у нас и другие ЖК же строят. Например, Форум Сити, в нем же тоже инфраструктура, вот первые этажи, великолепный двор, наверное, еще лучше, чем в Тихине. Да, но мы сейчас упираемся в критерий номер 2, это количество квартир. Ага, все-таки это важно. Здесь бизнес, а здесь элит. То есть они рядышком, да, находятся, но по количеству квартир, конечно, Форум Сити нельзя в премиум отнести. Но криптобизнес точно да. Ну то есть у тебя все-таки есть четкие критерии, где элит, где премиум, ну и так далее. Потому что лично я вообще ни черта не разбираюсь. Объясню почему. Потому что продавцы недвижимости, они так все эти понятия перепутали. Где-то бизнес плюс, где-то, значит, лайт бизнес и так далее. Столько вот этих названий придуманных, бизнес эконом есть, ну, я даже уже не знаю, что есть. И вот это вот так много всего, что непонятно, как ориентироваться. В свое время твои коллеги, риэлторы, предложили классификацию жилья. И это были именно риэлторы. Это даже не государство, не кто-либо. Что странно. Предложили вот эту классификацию. Но это было так давно, что сейчас под эти критерии сложно что-то подогнать. А потом выдумывается что-то новое сверху. Вот как разобраться-то все-таки? Ну, я здесь с тобой не соглашусь, потому что классификация, который придумал у раскладной движимости и гильдии правящих гиллоперф, она до сих пор актуальна. Там можно ориентироваться. Да, можно ориентироваться больше нескольких десятков параметров, высота потолка, количество квартир и этажей и так далее. Все очень детально расписано. Скажу так, вот чтобы было проще ориентироваться. Вот просто попались на одну руку. Премиальные проекты в Екатеринбурге. Тихвин, Кандинский, Макаровский элит. Все, наверное, знают, да, чем они отличаются? Нет, конечно, рассказывай. Ну, это отдельно стоящий дом, на набережной прямо, да. Чтобы купить там квартиру, люди стояли в очередь. По 3-5 человек на одну квартиру было. Поэтому достались они далеко не всем. Дальше башня и сеть. И, ну, можно еще отнести ривьеру. Вот только что я про нее хотел спросить. Хотя вопросы к ривьере есть. Да, и немало, надо сказать. И как они решаются? В частном порядке. Они решаются в частном порядке, да. Вообще, покупка недельности – это не рациональная история. Это про эмоции. И пока ривьера не получила часть инфраструктуры, хотя бы, да, такой, как классный велнес, отличные рестораны, наполнение первого этажа, то квартиры там продавались не очень. Когда люди почувствовали инфраструктуру, продажи взлетели. Это повторило судьбу Тихина отчасти, потому что инфраструктура решила вопрос с продажами. Понятно. То есть не зря Брусника в свое время стала делать красивые мопы и дворы. Все верно. И вот это привлекло покупателей. А теперь все застройщики, глядя на них, ну, видимо, в первую очередь на них, делают все так же. Я искренне благодарен Бруснике, что они пришли вообще в Екатеринбург и задали ту планку, через которую, слава богу, не все перепрыгивают. Ой, Паша, спроси меня, пожалуйста, но я тебе задам вопрос. Когда кто-нибудь задаст планку уже по нормальному внутреннему пространству? Планировки когда нормальные начнут делать? Это вопрос к проектировщику, наверное, да? Не уверен, что именно к ним. Потому что они выполняют четкое текст задания, которое им дает застройщик. А застройщику это текст задания формирует кто? Экономист, правильно? А не маркетолог. Так. Вот делай, сколько ты сказал там квартир-студии в новом ЖК? 70%? Ну, что это такое? Больше 70%, да. Бизнес-класс. Вот. Паш, задам личный вопрос. Можно? А у нас про миллиардеров и где им жить хорошо. Поэтому почему ты, как многие риелторы, не уехал в Москву и не продаешь там миллиардерам? Там денег-то побольше, наверное. И почему миллиардеры, которые у нас все-таки есть, выбирают именно в Екатеринбурге? Жить, работать, я не знаю. Может быть, ты знаешь ответ на этот вопрос? Здесь все просто. Начну со второго вопроса. Если основное производство и бизнес находятся локально здесь, то, конечно, комфортно контролировать и находиться именно здесь. И, скажем так, следствие нахождения здесь человека из списка Forbes, то, что он начинает улучшать жизнь в том месте, где он живет. То есть мы видим примеры благоустройства и верхней Пышмы, и как меняется улица Горького. Соответственно, мне кажется, одна из самых красивых у нас в Екатеринбурге стала. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, неудобно, скажем так, вести бизнес. Это особенность, наверное, русского менталитета, когда ты находишься где-то там в Дубае или где-то еще там, да? А здесь как будто бы все должно работать без тебя. Так не всегда работает. Так, а ты почему не в Москве? Я люблю наш город. Не знаю, то есть это, мне кажется, даже как-то такая мысль, что хочется здесь развивать эту историю, которая не была раньше. То есть только вдуматься. До 2016 года не было агентства элитной недвижимости, хотя элитная недвижимость была. Расскажи тогда, чем отличается агентство элитной недвижимости от простого агентства по недвижимости? Вот мне, как обывателю... Просто не берем объекты дешевле 15-20 миллионов в работу. То есть от 20 до 250 миллионов, пожалуйста, там за миллиард есть объекты. Есть критерии определенные, которые мы соблюдаем, и которые транслируем, которые регламентируем, и их придерживаем для того, чтобы у нас был пул похожих объектов для того, чтобы эффективнее их продавать. Помимо денег есть еще какие-то критерии? Ну, допустим, человек приходит... Вот вообще это не про деньги. Элитная недвижимость это не про деньги, я вам сразу скажу. Вот я про это и говорю. То есть приходит человек с деньгами, а ты понимаешь, что ты не будешь с ним работать. Бывает такое? Может быть? Бывает такое, может быть, да. Что это должно быть? Ну, мы просто... Это внутреннее ощущение, то есть мы можем не сойтись на эмоциональном уровне. Вообще-то нормально, то есть 30% людей, с которыми вы контактируете, точно не ваши люди. Поэтому, если мы говорим про деньги, как раз таки, да, то все деньги делаются в экономе. Вспомнить, там, алибабатом, да, то есть, ну, на чем деньги сделаны, то есть на системе, которая позволяет очень быстро продавать, продавать, очень делать много транзакций с большими суммами, да, то есть Ford, и так далее. Ну, есть ряд компаний, которые краски спецедируются вот на экономе, там, и так далее. Поэтому улитная недвижимость, это вообще не про деньги, это про идеи. Ну, помимо этого, деньги же все равно нужно зарабатывать правильно. Ну, естественно, то есть, я не говорю, что мы работаем безвозмездно. Вопрос. А вот человек с деньгами решил купить квартиру. Я лично сталкиваюсь с тем, что большую, хорошую квартиру в Екатеринбурге найти большая проблема. У нас вот такой сейчас список покупателей, которые ищут, и вот такой список вариантов. У нас в городе чудовищный дефицит предложения. Чудовищный. Я не знаю, почему застройство не решают. Ну, хорошо, какие-то, может быть, общения на эту тему были, нет? Ну, конечно, да. То есть, мы ожидаем ряд проектов на Кларе Цеткин и на Розу Люксембург и на Первомайской ждем очень проект. Но, допустим, тот же самый проект на Первомайской 37 или 34 квартиры на 200-300 человек. Ну, то есть, мы получаем точно такую же историю, как при старте Макаранский элит, когда список ожиданий вот такой, а предложения никакого. Может быть, тогда лучше жить в своем доме, построить и радоваться так как в исходности уже, да, то есть, конечно, стоит задуматься. Плюсы и минусы? Вот сразу плюсы. То есть, я всех отговаривал покупать сагородный дом, если есть дети, которые нужны в садик, в школу. Да, то есть, если ты создательный человек, ты можешь найти водителя, нанять двух водителей, если необходимо, да, но надо понимать, что когда у тебя ребенок ходит в школу через дорогу, да, или там в соседний дом, это одна история. А вот эти передвижения по трассам, это все равно повышенная опасность, как ни крути. Поэтому, если мы говорим про загородный дом, исключительно тогда, когда либо не дети, либо они уже уехали учиться в университет. Для постоянного проживания как дача нет проблем. Я всем рекомендую загородного дом как дачу. А у тебя дети есть? Да. Ты живешь? Загородного дома нет. Живешь в квартире? Да. А где? В каком жилом комплексе? Крепкий бизнес-класс в центре Екатеринбурга, но это такой эстетский бизнес-класс, который полностью соответствует требованиям, потому что, допустим, это один из тех проектов, которые полностью не пожилили денег на фасад из клинкерного кирпича. Это дорогого стоит. Это что за такой ЖК? Ну, таких ЖК у нас, на самом деле, не очень много, поэтому здесь можно легко догадаться. Скрывает, не хочет говорить. Ну, ладно. На Первомайской 60? На Первомайской 60. Да. Знакомый жилой комплекс. Хорошо. Топ 5 загородных мест, где бы ты посоветовал построить себе дом для богатого человека? Знаю 2 самых топовых. Первое, если ты живешь в городе и ты хочешь иметь прямо вот непосредственный контакт с городом, это образцово. Лучшие локации, лучшие концентрации домов в бюджете 100 миллионов плюс просто не найти. И второе место, это если есть возможность провести такую дачу, позволяет уровень дохода, то, конечно же, это коттедж на территории гольф-курорта Пайнкриг. То есть домов 100 миллионов плюс в окружении потрясающего гольф-поля, в райской природе, с шикарными видами. Ну, лучше локаций нету. Вот две самые топовые локации у нас на сегодня Екатеринбурге. Можно все-таки спрошу? По часовскому тракту у нас есть Палникс, у нас есть Чусовской, нет, Красиозерский. Почему там это не элитная недвижимость? Это элитная недвижимость, ты же спросил, где бы я порекомендовал. Правильно? Ну да. Образцово это один из самых ранних проектов, имеется в виду самых молодых. То есть там учтены уже проектирование поселков Первой Волны, таких как Красиозерский и Палникс. Палникс это все-таки больше про какой-то бизнес-сегмент, потому что больше 500 домов, постоянно кто-то строится, кто-то ремонтируется, постоянно движение, вот эти плиты не всем нравятся, по которым ты едешь. Все-таки образцово это крепкие, красивые дома, в гидной стилистике, 700 метров, 1000 метров, 2000 метров, то есть ты уже понимаешь, что у тебя уровень окружения, твоих соседей, он уже тебе шепчет, что делать дом 150 метров как-то неправильно. как-то не очень. И на самом деле, то есть, даже вот тебе вопрос, как человек, который разбирается в планировках, да, разве может быть загородный дом 150 метров, 200? Для постоянного проживания, семьи, с двумя детьми. Сейчас обидно было. Я себе дом спроектировал 160 метров, ну, ладно, это 200. Сейчас это обидно было. Слушай, ну, для себя дом проектировать, и дом проектировать для человека, у которого есть свой повар, есть охрана, человек, который прибирается, да, то есть, не один, есть помощница, есть... Банально водителю посидеть где-то надо. Да, да. Ты же не будешь проектировать для такого человека дом 160 метров, правильно? Это минимум метров 800, наверное, тысяча должна быть дом. Поэтому здесь, мне кажется, весовые категории. Хорошо. Все-таки, если мы говорим о том, что строится в перспективе, может ввестись в эксплуатацию, вот давай еще пятачок назовем. Есть такие? Так их нету столько. А сколько есть? Вот если мы говорим про элитную верность, то остался только Ленина 8 у нас проект. Который строится? Который строится, да, то есть он уже сдан вроде как, но пока там еще доделают и надеюсь, что в ближайшее время квартиру будет передавать и может быть дарить ремонт. А форум? Форум это бизнес-класс. То есть элит у нас получается остается Ленина 8, который строится, где можно еще посмотреть квартиры. А я слышал, что еще где-то примерно 4-5 закладывается прямо. Да, закладывается. Я говорил, что, допустим, сейчас брусника работает над корнеолом, то есть там будут очень красивые башни. Давай кратенько вот про эти, про то, что закладывается и в перспективе мы можем посмотреть в ближайший год-два и приобрести, например. Ну, я бы прям смотрел в сторону центра, потому что имеется тут центра улицы Горького, где находится Кандинский. Это второй будет там строиться, вторая очередь Кандинский. Кандинский 2, это прям очень долгая перспектива, потому что мы его ждем уже несколько лет, все откладывается и откладывается. Башни, которые на месте корнеола и участок уже огороженный брусникой вдоль улицы Роза-Люссенбург. Соответственно, там, думаю, что будут очень красивые проекты, потому что я разговаривал кулуарно и там будут такие, ну, хотели бы реализовать, да, то есть такие решения, как высокие потолки в лобби, клубные этажи, ну, то есть, как вот в Хаяте, да, Резон клубный этаж. Очень интригующая инфраструктура, начинка такая, которая, прямо, думаю, что должна заиграть. Такого еще не было. Очень ждем дом на Пермайской 1, Гранд-отель, проект у Брусники. Интересный проект, думаю, что будет на Кларо Цеткино, принципа, но говорят, что там квартир уже нет, все уже распродано. Хотя даже котлована еще нет. Да. Все уже, да, разобрано по своим. Но место шикарнейшее. Познеченская церковь, потрясающий парк под окном, то есть, самый центр города Екатеринбурга, ну, о чем говорить. Красота. Проект Мост, ну, это апартаменты, может кто-нибудь смущать, но в будущем, мне кажется, достаточно неплохое место в части развития набережной, потому что это следующий этап освоения набережной, там через пару лет будет прям красота. Кто думал, что набережная у полупредства будет так поле спросом, а сделали хорошо, красиво, и, ну, это одно из моих любимых мест в Екатеринбурге для прогулок. А вот у нас в самом центре, тоже около набережной, Царская 7, по-моему, там сейчас тюменцы достраивают проект, по наследству они там от кого-то его переняли, что по этому поводу, ты думаешь, они тоже были, то вроде хотят. Это следующий, да, то есть, просто-таки проект был, кто-то сказать, литературный, слава богу, то есть, это не Дом на Царской, как у нас в последнее время очень модно называть, там, да, там, Дом там-то, Дом там-то, ну, как бы, внимание, фантазии, что говорится. Хочется все-таки в этом сегменте хочется креативного подхода, вот, честно, потому что я смотрю на Москву и искренне радуюсь, когда название, ну, название, легенда, идея, копирайтинг, ну, прям за душу берут, у нас, к сожалению, такого нет, и я бы очень хотел, чтобы это когда-нибудь случилось. Обязательно случится, я думаю, а, кстати, к Царской 7 присмотритесь, планировки там я делал, помогал, помогал, не все, но часть, какие-то я слышал, что там студии тоже будут, да, будут. Как относятся премиум со студиями? Это тебе нужно ответить на этот вопрос, как риэлтор, я не понимаю, если честно, для меня загадка. Да, я тоже это не понимаю, в бизнес-классе не особо понимаю, а в премиуме так вообще, поэтому, конечно же, я думаю, что ты выжил максимум из того, что тебе дали, но вот сам факт того, что есть студии в премиуме, это, конечно, на смотри, как это выиграет, потому что пока непонятно. то есть ты хочешь сказать, что это понижает статус объекта? 100%. Допустим, если мы говорим дом на Кларе Цеткин, то там на дом всего 12-14 квартир, то есть квартира, этаж, либо полэтажа. Оцените комфорт, что называется. В каждой квартире камин, большие площади, то же самое, вот, незаслуженно мы обделились стороной, обошли на Симановскую мельницу. Метр 20 стены, кирпичи. То есть заходишь, и ты в полном вакууме находишься вообще. Какой центр города? Ты как будто бы в тайге вообще. Ничего не слышно. Ты говоришь сейчас про шумоизоляцию? Про шумоизоляцию. Кстати, вот в Ривьере это вот прямо большая, большая боль. Вот все, кто купил, все жалуются на шумоизоляцию. И вот что надо почувствовать разницу? Вот реально, когда у тебя стена, кирпичный метр, и... Слушай, ну это же беда любого современного жилого комплекса, звукоизоляция, шумоизоляция, то есть ты все слышишь практически. Где-то хуже, где-то лучше. Сейчас, слава богу, стали эти звукоизоляционные маты делать, но этого недостаточно. Звук по стоякам только так распространяется. И поэтому берешь любой ЖК, ну вот возьми, например, ну я сейчас условно, там, Ленин 8, например, они же все одинаково строятся. Это каркас. Монолитный каркас. Это же считай камертон, по нему звуки распространяются. Да. Поэтому кирпич, я согласен, метр двадцать, там должно быть просто как бункер. Если хочешь тишину, пожалуйста, за гражданом в образцовую либо в Пайнк-рике и Велком. Вот опять же плюс. Если бы мы говорим про миллиардеров, сто процентов это, конечно, за гражданом. Но квартира для пиджака должна быть. должна быть. У людей, у кого деньги вводятся, мне кажется, это золотое правило, загородный дом и квартира, чтобы перехватиться, так сказать. Все-таки последний вопрос и будем завершать. Скажи, пожалуйста, какие жилые комплексы у нас в городе незаслуженно завышены в плане объявления того, что а вот мы такие, а на самом деле нет. На самом деле это сейчас бич последнего времени. У меня даже пост на эту тему есть, таблетка премиума. Такое чувство, что все ее приняли и вот мы видим сейчас запуск премиума проекта на пересечении сибирского тракта и базового. То есть, ну, крепкий бизнес, да, я поверю. При том, что ребята, которые реализуют проект, они вот такие профессионалы. У них управление образцовое. Не мучается ездить в социальные России, как они управляют. Но почему премиум, для меня загадка. Сегодня анонсировал ЖК Лувр на набережной бизнес-класс 70% в доме студии. Но вот в Лувре не было студии. Хотя, смотря, как посмотреть, как посмотреть. Король Солнца, например, жил вообще ни один. Никакой приватности. Крупом куча чуваков, которые даже спали рядом с ним. Понимаешь, повалочку тут рядом. Безобразие какое-то. Может быть, из этого исходя. Поэтому, как можно говорить о том, кто незаслужен, так сейчас прямо какая-то повальная история про это. повальная. На что обратить внимание? Нужно разделять факты и маркетинг. Как их разделить? Очень просто. Вот, если говорят, что пожалуйста, покупайте проект бизнес-класса, в котором 7% студии, но это явно не бизнес. Если вам говорят, что проект премиум-класса, а в нем почти 200 тысяч квадратных метров, но это явно не премиум. Если вам говорят делюкс, и при этом у вас 777 подъездная дом, какой-то делюкс. Это же просто трезвое логическое мышление. Друзья, вы все слышали сами. Я разговаривал с Павлом Воровиковым, а он мне честно, как мог, я надеюсь, отвечал. Если вы хотите, мы сейчас попросим Павла разобрать какой-то из бизнес или премиум ЖК, вот прямо отдельно, точечно, может быть, какие-то сравнить. я думаю, что Павел согласится. А вы напишите в комментариях, чего хотите. Ты согласишься? Пожалуйста. Разберем? Конечно. Обещаешь? Он пообещал. Вы видели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, да пребудет с вами муза. Всем пока. Паша, спасибо.